Музыка 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 Денис Вячеслав Реворыч Гибельский лист Ворога Трофского областа От вас больше 11 лет занимаюсь В принципе назад в Карбатке не вернусь Я тут точно Ну я немножко добавлю я как-бы Вы говорили, что нормально. У меня одно добавление. Матки у меня почему-то лупятся в начале 14-го дня. Я думал, что я удивил, а ты еще. Я еще удивляюсь, потому что только запечатанный маточник, сразу инкубатор. В инкубаторе температура строгая в инкубаторе. 35,1. 35,1. Мать-ка лупятся в начале 14-го дня. Я когда влетел, наверное, раз от 3-4. Открываю, как бы, говорят, на 15-й день, на 14-й день. Нет, раньше. Все раньше, намного. И была проблема у меня с трудом. Это как бы за трудовый фонд как бы мало говорили. Ну, была проблема с трудом. Я как-то вышел с этой проблемой. Выстрелы просто. Рамочка по диагонали. Половина трудневой ващины, половина пчели. И в течение сезона это строю. И на зиму отдаю эту раму. С ранней весны у меня уже труд готовы. Потому что они медвые, пчели у меня на заселах. И сразу переходят на труд. Пчела как бы рождаются на 19-й день. У меня только. Потому что я не знаю, почему я у меня сам. Может, из-за температурного режима, если в Харьков прохладе, и там чуть-чуть как бы на 10 дней, не скажем, задерживаются. У меня так было. Так что с трудовым фоном я тоже решил с этой проблемой. Матки беру в Голландовском обществе в Германии. У меня один поставщик. Брал, конечно, я их. Беру обычно всегда 6-8 маток. Ну, бывали дни, года и 2-3 как бы. И сразу их тестирую. Потому что они приходят в среде лета, от них никак не можно ничего сделать. Все матки интересны в начале мая. Сделали вот так, сами знаете, уже и подсолнок качали. Почему я перешел на Бакфаст? Потому что в наших условиях, в юг Днепропетровской области, Карпатку сильно на подсолнке, Карпатка сильно мысло заливает. И уже 2-3 подсолнок практически из Карпатки мы не качаем. Бакфаст это диагноз. Ну как, 3-й подсолнок вы качаете 50 кг соли? Нет. Нет. 3-й качал подсолнок. После 5-го августа забудут за всякие соли. Ну, сейчас, конечно, года поменялись. Забудьте. Зиму Бакфаст всегда, как бы, в Германии они протекуют сянец, чтобы шлить зиму сянец. Из-за того, у них, как бы, ранний РАПС, и у них основной взяток РАПС, правильно? И мы к этому пристраиваемся. Ну, последние 2 года сила Семей чертомогих, не знаю почему. Правда. Помену живут. Да, сила Семей... Даже 3-й год еще посмотрят. Там уже 11 лет смотрят. Что там смотрят? Ну, то ли вас просадживается? Ну, я... Не просадживается она. На подсолнку она не просадживается. Сила Семей, если у меня раньше шла больше 10 РАПС, сейчас идет у меня 8 РАПС. Это хорошо. Это мало. Для Бакфаста это мало. Для Бакфаста это мало. Для Бакфаста это мало. Для Бакфаста это мало, да. 10-12. на 10. Бакфаста на пол не бывает. У нее бывает на 7. Ну, на 8 РАПС. И Бакфаст не пакетная пчела. Бакфаст не пакетная пчела. Ну, вроде так, вкратце, что я хотел добавить именно по трудневому фонгу. Трудневый фонд на пасеке у меня сто семей. Работаем твоей женой. Линии перепробовал я. Это было очень много. Кстати, Братиславович попробовал тематики, которые пришли на трудневой зале. Первый год уже не поделились с ним. Он как бы попробовал и протестировал даже ее. Дальше два я не делал. Даже не пробую. Я, как бы, материал беру с Германии. Мне этого достаточно. Слав, а вот это по поводу пыльцы интересный вопрос. Есть мнение, что корнику и Бакфаст. Я понимаю, что у вас Бакфаст, но я это. По поводу пыльцы. Бакфаст, как он по сбору. Я знаю, что вы пыльцой занимаетесь. И вот интересует вопрос сбор пыльцы Бакфаста. Да. Ну, сейчас еще такой момент. Раньше я торговал в Донецке, когда Донецк был. Баступный. Два килограмма мне маточного булачка уходило за рамку. Ну, и на работе многие. Пыльца Бакфаста. Пыльца Бакфаста. Лишний пыльцей не принесет. Почему-то, я не знаю. Вот Карпат, когда он берешь рамку. Вот расплод, и пыльцей много. Ну, пыльца нет такого. Она как бы лишний пыльцей не несет. Ну, по пыльцеволувителям. У меня тонные там пыльцеволувители видели, я думаю, многие. Донные пыльцы. Я и сюда принес показываю. Собирали пыльцу я до... После акации я уже не собираю пыльцы. Получается до килограмма где-то до акации. Пасика стоит в лесу. Для вывода латов надо, чтобы были... А, еще добавления. Как вы говорили, под корм копчен. До запечанки маточника надо рано утром и вечером хотя бы 150 грамм давать. И так же я даю только 2 столовых ложки на литр сиропа. Сироп один кольный. Цитру. Цитру нет смысла давать, потому что она тяжелая. Особенно муклеусы с цитру нельзя давать. Муклеусы просто вот как дают. А ложки с чего? Пыльцей? 2 столовых ложки пыльцы на литр воды. И до запечатки маточника это обязательно. Обязательно. Независимо от погоды. Как бы предыдущие говорили. Я просто дополняю как бы то, что я тогда делал. Вот трудневый фон как бы я был с этим года, наверное, два. Я вообще за Бакфас молчал. Уже не мог сказать ничему в то время. Как бы все говорили, что такое. И куда надо сделать. Я, в принципе, пробовал Бакфас и Карник одновременно. И как Брониславец сказал, я подтверждаю. Бакфас из 10 было 9 нормальных макок. С Карники у меня получилось из 10 три отличных. Три так себе и три плохих. Ну, Карника была рекордистской. С этих трех одна лучшая была рекордистская. И там вышло больше 70 кг на литр. В прошлый год в соседнем районе. Меня матки брали. В прошлый год у них вышло 150 кг на литр. Меда. И почему такой литр получается? Я же говорю. На юге подсолнух долго цветет. Карпатка просаживается. Потому что заливают в гнездо меда. И на второй, на трех взят в подсолнух оружие. Уже пчелы не очень много. Но Бакфас это держит. Он очень плотно все вложит. Не растягивает. Что мне нравится. И повторюсь тоже. Бакфас для ленивых пчеловодов. Я за десять или одиннадцать лет. Или двенадцать. Будем говорить. Я по раях. Я раил вообще не вижу. Вообще не вижу. Были случаи раи. Одна воспиталка слетела. Зажатая головочка была. Цикл у меня по закладке мата. Каждые два дня. Пятьдесят мата. Каждые два года. Все как бы по графику. Как бы чисто даже спасти нельзя. Живу в лесу. С марта месяца. И... Да. Очень... В принципе... Будем говорить так. В лесу солнечная батарея. Аккумуляторы. Инкубаторы. И теплый инкубатор. Как бы говорится. Жалоба я сифров дадут. А, да. По количеству закладок маточников. Закладка маточников. Не больше двенадцати. У меня. Не больше. Не больше. Уже больше. Как бы я считаю не только качество. Почему я так считаю? При сборе маточного молочка. Когда я переходил с Карпатки на баквас. Я тоже переходил как бы с ускорожкой. Не знаю что это такое. Чем занимать. То я увидел. Сколько маточного молочка с Карпатки. Я убрал. И сколько маточного молочка с бакваса. Это уже какая-то. земляю. С Карпатки море молочка, а с Баткаска от меня очень. По пыльце были такие рода, я с прольст пособирал. Литр пыльцев дала у меня с прольст. Но это как бы не всегда было. Сейчас уже поменьше было 200 семей. Сейчас мы вдвоем с женой, у нас 100. И жена еще заставляет меня на подсолнух. Я ее не хочу. Мне тяжело, конечно, стать. А еще один нюанс. У меня как-то много пахлощиков. И говорят, а почему у меня утюжки получились? Мы как-то утюжки называли темный капфас. А я говорю, у тебя воспитал, наверное, больше всего кармин. Он говорит, да, вот тебе и утюжки. Воспиталка должна быть капфас на капфас. Это мое мнение. Ну, Брониславович говорит, там, 28 маточник. Да, украинская стебная маточник, 30 маточник, украинский опыт, он этим нормального качества и нормальной величины. И у тебя с этим совладен. Бахваст на то не сделает. Почему матка бахваст всегда ружит всегда? Ну, это как бы мое мнение, а вы сами определяетесь и решаете. Есть вопрос? Воспиталка обращается на какую-то маточник? Нет, на темноту, на свет маточник. Да, я считаю, влиять. Это я считаю, уже не с запасами ни одного дня. Был у нас такой, на точку метролог, как же, и доказал, я говорил, что у Хрючала рождается на 11-й день. Он приехал ко мне на пассиве, я ходил немножко мастерогласы, проводил себя на пассиве. Ну, небольшой. Ну, небольшой. Убедился Медров? Да, Медров убедился, он взял у меня, я не помню, или пакет, или даже пакет без 100-го. Он сказал, что 19-й день. Черт, это пчела рождается. Это уже в ООН, как в Луганской области. Я не помню, как его фамилия. Как его фамилия? Он поколений был. Да, он поколений был. Да, он поколений был. Не помню. Ну, его ник был на точку метров. Он был просто дотошный, ну как, в хорошем смысле дотошный человек, и для него статистика вот эти все было. Да, я так. И он очень активно это обсуждал, вот эти все нюансы. И как он, ну... Ну, не верил этому, что это может быть. Да, он перепроверял информацию. И, ну, ему можно было верить. Ну, с баквастом я еще скажу так. Нужна только новокорпусная система. Для лежака бакваст не годится. Мед складывает на дорогу. Куда складывает? Бакваст только в новокорпусной системе. Куда складывает бакваст? Мед над головой складывает. В лежак не годится для бакваста. Весь ли бакваст класс? То есть, я заказал 10 маток. Все будут они класс? Нет. Я заказывал 8-6 маток, я же говорил, в Германии. И с них только для него поставить на... То есть, это баба на твоих годах? Бакваст должен слож... Я считаю, бакваст очень сложные люди. Если мы... Как можно продавать с пасеки в карминку, бакваст и итальянку? Судной пасеки как можно продавать? Вот. У нас все. У нас пчеловод с одного бетона... Ну, такого не может быть, чтобы продавать. И еще и Карпат будет дальше, да? Да наши все могут. Все, что заказывается... А вы пельцу добавляете? Вы предварительно поработаете ее? Размалываете? Нет. Пельца свежесобрана, только собрана. Я одновременно занимаюсь и пельцезами, и свежесобрана. Утром и вечером. Зависимо от направления до мороженого. Писать, у них были порции. 150-200 грамм. Желательно... У меня там рамка вот этой датушнирового хода сделана. Ну, если фотограф их видел, я выставлял по диагоналии. Там половина трубневой, половина пчелиной. А сверху, как бы... Сделали такой верхний стул, он высокий, кромушечка. Там получается как раз 150-150 грамм где-то так. Это от устаточной. Матки-воспиталки должны ввести обязательно с матками. Обязательно. С ранней весны стартеры. Да, еще. Как я раздаю матку? Только клеточка Большихова. Я уже... Маточники нет. Это два раза... Два раза крышку поднимаю. А что с Большиховом-то? Клеточка Большихова, это сеточка такая. Между... Между рамочками как бы закладывается. Я камни закрываю ее. К засыпанию. Пятый раз. Стопана. И плодую матку. А последующий раз? Последующий просто этап не раньше, чем пятый день. Наконец пятого дня. Раньше никогда. Пока яйцо есть, возможно, маточник уже появится. Наконец пятого дня. Пробовала наконец четвертого дня. Ну, если бы не было, не надо клеточку дышать. Проще бросить матку, сразу ее не будет. Ну, клеусы засыпные у меня были. Пакеты не продают, уже челы не хватает. То есть имеют челы для соседения, а клеусы не хватает. Ну, вроде, так, тратят все. А матку вы видите долго или после? Матку, это как бы мой конек, я матку вообще не мечу. Не мечу. Уже... Мечу под заказ. Кто меня настаивает, если... Продаю матку, желательно спасти. Когда клиент приезжает, наработка у меня уже своя, как бы... Добавление. А почему вы не мечуете матку? Злодача. Ну, злодача. Чего я говорю? Не то, что я не мечу, их просто нету смысла иметь. Их просто время немного отнимает, это меч не надо. Я говорю, ну, нету смысла иметь. Для меня. Мечу я свои матки, те, которые мне нужны. Чтобы их не потеряли. Ну, которые я ставлю на усов, если я мечу. Дайте, как бы, приматериалы. Да, то, что я, как бы, берегу. Вы смотрели, там, Артем, Олег? Да. Ну, то есть, один раз, можно палить, клеить. Да. Раз, два, три, шума, два, три. Потому что крутневые фоны я, как бы, стараюсь, стараюсь изолироваться. Изолироваться сто процентов же нельзя. Ну, за счет дневного фона, я выкладывал фотографии. У меня каждые два дня 50 мата поплетают. Когда я стою на пасеке. Пасека мобильная на процентах. Когда я стою на пасеке, то у меня с десяток мата я визуально вижу под ноги лета. Визуально. Посты за ним, я это визуально вижу. Ты выкладывал фотографии. Это ничего. Как бы увидеть матку тогда спаривает за меня. Я на одноклассника, на точке я уже мало пишусь. Клиенты работали. Ну, я в каждом году продавал матки 300 гривен. Первое время. Я с работами приезжаю, даже не просят. Или десятки. Ну, просят, да. Ну, первую матку я продавал по 300 гривен. Матка должна стоить того, что она стоит. Если в госпитале-то была бы, допустим, кармика, я бы туда зарплаты в ЛГЭ. Ну, 20 матушек или 25. Можно отдавать и поступиться. А если я больше 15 не даю, то вряд ли я слушаю. Ну, 10-12 матушек. Как бы я. И семья должна быть только с маткой. Пронеслаешь храмовую. Бакфаст работает и без матки. В кольцу внизу. Даже не скажешь, что нет матки. Но должна быть с маткой. Матка внизу, сверху. Ротация вот эта, конечно, очень сложная. Семьи зажимаются сильно. Готовятся воспиталки уже за 15 дней до закладки матушек. Я беру расход от других семей. И по семье у меня некоторые семьи, которые меня обстоят на воспиталке. На воспиталке у меня стоит, допустим, 20 семей в сезон. У меня до 500 матка мест. В этом году я заселил чуть 250 матка мест в этом году. Почему? Потому что в этом году весна задержалась дней на 9 или 10. Я даже не смог сделать перемест. Холодно было так. У меня было смысл. И делаю бероноску, когда я вижу, когда есть трудневый фон. Все зависит от трудневого фона. Чем поднять трудневый фон? У соседа у меня там, самый ближний, где-то чуть больше кило от меня. У него там F2 уже и F3 от моих маток. Ну, я ему как бы драконку давал. Ну, там ножка, что-то не понравилось. Ну, я просто отдавал ему так. И он попробовал. И говорит, я больше не хочу в Карпатке. Так он... Входил и... F2, если у меня спарились... Ну, не сто процентов, но восемьдесят процентов. Они у меня спарились с нужным трудом. Моим же трудом. И когда я продаю эту матку, вы можете от нее раз вывести. И те, которые ко мне приезжают, говорят, у меня на 12 рамок просто делать. Может быть. Она говорит, ту же я матку тебе брал, у него меньше расхода, чем она гулялась на его трудне. А то как бы F1, все говорят, всегда лучше. Лучшие наметы. Ну, я репродуктор. Реакция не моя. Я послушал, вкладывали, как бы... Изолированный точок, конечно, да. Вот убедочная коса меня интересует. В Скадовск ближе. Ну, я здесь рядом, в принципе. Вот Рудерилгач, три километра от воды. Нет, 150 кг. А там... Ну, перейдем в приморском рядочке. Там, в принципе, он нет. Там же вот украинская степа была. Вот теперь все ему может быть. Есть... Есть Сергей Брагин там. Он этот вопрос уже давно поднимал на счет Бакваста. Они с несозвания брагиста. Он начинал эту... А кто там уже... Нет, Брагин на Федот вайкасе. А, именно Федот. На Федот вайкасе. Прошу прощения. А, Битова это разное. На Федот вайкасе. На Федот вайкасе. Украинская степная... Я ее не хочу... Как бы... Нормальная мчала. Она у нас тоже работает. Она как бы приравняется к Баквасту. Вот так даже и Брагинславич сказал. И... Лучше Бакваст... Да, прием. Прием. Карпатка плохо принимает Бакваст. Ну, когда Маткой выслал, вот дело идет в кодочке, плохо принимает Карпатка. Вот украинская степная лучше, намного лучше принимает Бакваст. Там с приемами, конечно, большие проблемные. Ну, вроде все. Спасибо. Спасибо большое Олегам. Приятно. Спасибо.